МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую зрителей национальной вещательной компании САХА. В прямом эфире совместные агитационные мероприятия к выборам президента страны 18 марта. Позвольте представить участников сегодняшнего эфира. Итак, доверенное лицо кандидатов в президенты России от партии ЛДПР Владимира Жириновского Надежда Викторовна Акимова. Доверенное лицо кандидатов в президенты России от партии КПРФ Павла Грудинина Артур Николаевич Алексеев. Доверенное лицо кандидатов в президенты России Владимира Путина Павел Алексеевич Маринычев. И доверенное лицо кандидатов в президенты России от партии Партия Роста Бориса Титова Микаэл Сергеевич Заболотный. Добрый вечер, уважаемые участники. Тема нашего эфира звучит следующим образом. Будущее России за цифровой экономикой, так как стать конкурентно способными в отрасли и какие нужны преобразования. Вопрос первый. Цифровую экономику во всем мире определяют как виртуальную среду, дополняющую нашу с вами реальность. И согласитесь, в нашей жизни она занимает все большее место. Давайте обсудим угрозы это или скорее возможности для экономики России. Надежда Викторовна, вы начинаете. Две минуты, пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые избиратели. Ну, хочу сказать о том, что в программе ЛДПР цифровой экономике уделено немало внимания. И, конечно, сегодня эти технологии, применение коммуникационных и информационных интернет-технологий надо использовать во благо развития экономики в целом. Что поможет, возможно, в дальнейшем сделать более точные прогнозы развития нашей экономики, сформировать эти прогнозы. Вообще, в целом, надо сказать, что Владимир Вольфович отмечает, что это и хороший трудовой ресурс. Может привести к сокращению занятости в бюджетном секторе нашего населения. И сегодня Россия действительно, надо сказать, что может стать конкурентоспособной даже в этом направлении. Надо отметить, что в России очень много умных и грамотных, талантливых людей, чьи идеи сегодня могут быть воплощены, в том числе и в нашей республике. Поэтому мы сегодня должны стать не просто поставщиком сырья, а экспортером новых идей и новых технологий. Поэтому цифровая экономика и ее развитие, конечно, это очень важно для успешной развитой страны. Ну и, соответственно, надо сказать, что и научную сферу надо развивать. Никакая цифровая экономика, никакие технологии не могут существовать без фундаментальной научной базы. И, соответственно, российские ученые должны получать бюджет, должны получать финансирование и образованию. И науке сегодня должны уделяться больше внимания. Поэтому голосуйте за Владимира Вольфовича Жириновского, пусть он въедет в Кремль, и мы будем развивать цифровую экономику. Спасибо. Артур Николаевич, цифровая экономика – это угроза или возможности? Ваши две минуты, пожалуйста. Вы знаете, вот человек возьмет в руки топор. Он же острый. Если им пользоваться в целях самозащиты, обороны или нападения – это угроза. А если им строить здание, строгать, значит, вот детскую площадку делать, то это, наоборот, спасение. Понимаете? Точно так же и в цифровой экономике. Она, каждая вещь имеет две стороны. И многие сейчас вот цифровую экономику представляют, как это только лишь вот раз экономика, слово существует, то это отождествляет его только с работой в виртуальном пространстве с биткоинами. Это известная монетаристская зависимость всех наших руководителей нынешнего времени. И что все это вот будет идти через биткоин, через все это от долларовой зависимости уйдем и все и так далее, и так далее. Но неправда. Последние дни буквально показали, что биткоин также подвержен резким колебаниям курсовым и так далее, и так далее. То есть это не всеобъемлющие вещи и не решает она все эти проблемы. А что касается цифровизации, то речь должна идти не только об экономике, вообще о технологии, о человеческой деятельности. И при этом помнить о том, что это обоюдоострое оружие, о чем я говорил в начале. И поэтому наш кандидат, он предусматривает вот то внимание, которое оказывается нашим молодым ученым и специалистам. К сожалению, многие из них за эти годы уехали за рубеж, стали лауреатами Нобелевской премии. А в основе мировой цифровой технологии, в развитии ее, это наш коммунист, лауреат Нобелевской премии Жорес Иванович Альферов. Понимаете? Поэтому мы считаем, что и наш кандидат считает, что создать достаточно удобные условия для науки, чтобы вернулись наши ученые в нашу страну, создать им соответствующие условия. Спасибо. Павел Алексеевич, цифровая экономика, угрозы или возможности, ваше мнение? Здравствуйте, добрый вечер, уважаемые телезрители, добрый вечер, уважаемые участники дебатов. Конечно, это и вызов, это и возможность. Вызов, конечно, с точки зрения защиты информационного поля, защиты личных данных. Но прежде всего, все равно, это, конечно же, возможность. Кто бы знал, еще в 2000 году, например, что сейчас из 10 компаний топ-10, 5 компаний – это компании IT-отрасли. Кто бы знал, что Facebook будет больше, чем BP или Shell или тот же Gazprom. Никто. Но, тем не менее, это реалии жизни. Поэтому IT-отрасль – это, конечно, то, с чем нам нужно работать. Это должен быть нашим приоритетом. И это, конечно, наша возможность. Для развития IT-отрасли в России, конечно, есть на самом деле вся основа. Прежде всего, это крепкая научная база. У нас есть интеллект, у нас есть люди. Именно для этого, именно для этого, для развития IT-отрасли, для развития цифровой экономики, для ее участия в формировании, в том числе и государственного управления через систему электронного правительства, была создана соответствующая федеральная целевая программа цифровая экономика Российской Федерации. С конкретными планами, с конкретными контрольными точками, с конкретными ответственными и, самое главное, с ресурсами и источниками. Ведь речь идет о том, как сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, чтобы генерировать новую добавленную стоимость и перераспределять ее во благо людей. Поэтому, уважаемые друзья, голосуя за Владимира Владимировича Путина, мы с вами голосуем за развитие новых отраслей. Мы с вами голосуем за прогресс, за новое качество жизни. Спасибо. Микаил Сергеевич, цифровая экономика – возможность или угроза? Ваше мнение. Ну, и то, и другое, конечно, поскольку возможность, потому что это развитие вообще экономики страны и мировой экономики, а угроза, поскольку вы же, наверное, следите за средствами массовой информации, что хакеры неистовствуют по всему миру и, в общем-то, влияют на предвыборные кампании, на экономику других стран. Другой вопрос, что криптовалюты вот сейчас появляются вообще в мировой практике. Вообще, это такая новая вещь, для многих непонятная и очень интересная. Я бы хотел сказать, что это не только биткоины, там джинкойны, криптоины, там их много названий, они просто делятся. Просто биткоин – это самая, ну, будем говорить, самая реальная валюта, самая стабильная, если можно так сказать, на виртуальном рынке. Ну, к примеру, Венесуэла, они сейчас вот переходят на криптовалюту, потому что у них денежная масса увеличилась, то есть количество денег, а произошел дефолт. То есть у них цена бумажных денег стоит дороже, чем вот, я имею в виду, сама бумажка стоит дороже, чем тот номинал, который на ней написан. Поэтому криптовалюты, за ними будущее, но это очень опасное будущее, поскольку все-таки у нас есть магнитные бури, у нас есть, как я уже опять же сказал, хакеры. То есть в случае большого скачка энергии или какой-то магнитной вот такой вот реакции можно потерять, в общем-то, все. Поэтому многие мировые, сейчас будем говорить, монстры, они страхуются, то есть они часть бизнеса своего переводят, значит, в криптовалюту, часть бизнеса оставляют. Но что хотелось бы вообще сказать про экономику, про технологии современные. Вообще, IT-технологии, конечно, они позволяют очень удобно общаться, я имею в виду, ну, для этого нет границ. Но на сегодняшний день наша страна, она очень огромная, самая большая в мире, у нас проблемы с интернетом. Нам нужно сделать так, чтобы за городом еще уже был интернет, а не когда-нибудь местами принимал телефон ваш работал или вы могли зайти в торпитах и прочитать новость. Вопрос второй. В своем послании к Федеральному собранию года два назад Владимир Путин обозначил перспективу двукратного увеличения экспорта IT-продукции из России и указал на необходимость формирования в стране цифровой экономики, ориентированной прежде всего на повышение эффективности всех отраслей. По вашему мнению, на ваш взгляд, насколько выполнима цель, поставленная президентом в наших реалиях? Две минуты, Надежда Викторовна. Конечно, если поставить грамотно и четко задачи, эта цель выполнима. Мы сегодня должны Россию снять с нефтяной иглы, и только новые научные проекты и новые технологии нам помогут это сделать. Мы сегодня должны поставлять продукты, а не сырье, и об этом мы говорим уже давно. Мы сегодня должны обеспечить в России отечественными бытовыми товарами. Понимаете, мы сегодня должны эти технологии применять и для производства продуктов, питания. Мы сегодня должны цифровые технологии использовать по максимуму. И мы действительно можем стать конкурентно способной. Экспорт будет развиваться только в этом направлении. И Владимир Вольфович вообще очень грамотно описал в своей программе данный пункт и научную сферу, и цифровую экономику. Поэтому сегодня это хороший шанс, но в зависимости, кто будет стоять у власти и кто будет ставить эту грамотную сдачу и действовать. Главное действовать. Бумага стерпит все. А вот действие – это самое главное. Поэтому сегодня это надо грамотно применить, грамотно распределить задачи, грамотно и эффективно воспользоваться данной возможностью. Поэтому я думаю, что 18 марта, дорогие избиратели, нужно прийти на избирательные участки и проголосовать за Владимира Вольфовича Жириновского. Пусть он въедет в Кремль. Россия должна сделать мощный рывок уже вперед. И мы должны быть конкурентоспособными во всем. Вообще на Россию должны смотреть, как на пример. Например, для подражания. Спасибо. Артур Николаевич, насколько выполнима цель, поставленная президентом по формированию цифровой экономики в России? Две минуты. Как говорится, желание-то есть, возможности нет. Помнится, 8 лет назад президенту России господину Медведеву подарили первый отечественное производство сотовый телефон. И заявили тогда, что вот мы заполоним страну своей продукцией сотовыми телефонами, что вот у нас есть свои великолепные эти компании, и мы вот двинем семимильными шагами вперед. Что-то я не встречал сегодня нигде в продаже ни отечественного производства телефонов, ни другой продукции. И даже та программная продукция, которая используется отечественными IT-компаниями, она вся, ну, очень мало в ней доля, значит, разработок наших ученых и специалистов. Поэтому, если эта политика будет продолжаться и действовать, это действующая власть, то ничего у нас, как у того оркестра, не получится, как вы не садитесь. Надо поддержать вот тех 300 человек, ученых в Америке, молодых россиян, которые написали заявление Путину 5 лет назад о желании вернуться на родину, если им создадут условия. Это раз. Второе. У науки сегодня отобрали их материальную базу. Сегодня наука и рулит, значит, каковы-то хозяйственные предприятия. Это неверно. Должно быть разумное, нормальное финансирование, причем не только прикладной науки, но и фундаментальной науки. Это основа будущего. Вот. И у нашего кандидата как раз на эти вещи обращено самое серьезное внимание. Расходная часть бюджета России не менее 7% будет идти на финансирование науки, образования, здравоохранения. Не менее 7%. Спасибо. Павел Алексеевич, насколько выполнима цель, поставленная президентом по созданию и формированию цифровой экономики? Да. Я начну свой ответ с цитаты. Уверен, развитие цифровой экономики, запуск новых бизнес-моделей позволит российским компаниям стать более конкурентоспособным в целом диверсифицировать экономику, дать импульс развитию отраслей и рынков, основанных на прорывных технологических решениях, обеспечить более высокие стандарты жизни граждан России. Это цитата Владимира Владимировича Путина. И в соответствии с этим тезисом мы и развиваемся. Посудите сами и посмотрите на цифры. Пользователи интернет. Прошло 12 лет. Их стало 81 миллион. Станции. 1300 было, сейчас 27 тысяч передающих и цифровых станций. Вклад IT-отрасли в нашу экономику это 900 миллиардов рублей. Мне кажется, что эти цифры говорят сами за себя и говорят о том, что цифровая экономика в нашей стране внедряется, и мы действуем согласно принятой стратегии. В Якутии отработала соответствующая федеральная программа по цифровизации. Сейчас 95% якутян пользуются цифрой каждый день. В своих гаджетах, через цифровое телевидение и так далее, так далее, так далее. Примеров множество. Кто бы знал, что у нас появятся такие компании, как Синет, такие компании, как Майтона. Это, пожалуй, первые компании на Дальнем Востоке. И они у нас есть. Куда двигаться дальше? Конечно, в опережающее развитие инфраструктуры, которое бы вовлекало в себя, в цифру, все больше и больше людей, появлялось все больше и больше таких звездочек на нашем цифровом небосклоне. Это то направление, по которому движется Россия, в соответствии с тезисом, определенным нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Голосуйте за Путина и голосуйте за качественное изменение нашей жизни. Спасибо. Михаил Сергеевич, вопрос тот же. Насколько выполнима цель по созданию цифровой экономики в России? Ну, во-первых, она уже есть. То есть цифровая экономика создается вообще цифровизация страны. Другой вопрос, что специалистов мало. То есть, как правило, у нас это люди, которые, ну, будем говорить, вот знаете, как у Онегина, и все мы где-нибудь учились, чему-нибудь да как-нибудь. И когда назначают министров, а они, будем говорить, ну, не соответствуют требованиям, конкуренция между руководящими должностями, между менеджерами. Потому что каждый министр – это менеджер своего министерства, то есть управленец. Должна быть конкуренция. Не должно быть, вот, выбираю его, да, понимаете, как у Ельцина. Вот, я хотел сказать, что, да, это вот сегодняшнее правительство, оно, ну, отработало, я считаю. Они, все, что могли, они сделали, там, хорошо или плохо. Однозначно нужно уходить от сырьевой экономики, поскольку, вот, если вы, опять же, следите за мировыми новостями, вот, например, Европа, буквально со вчерашнего дня, вот, если вы смотрели, вот Германия, это флагман вообще Евросоюза, она запускает повсеместно по всей стране, по Германии, ну, и, соответственно, по Евросоюзу, запускает электромобили. То есть они вообще уходят от дизеля. Во-первых, это вредно для экологии, во-вторых, это просто вредно для людей. Ну, и просто это грязно, и пахнет невкусно, и, в общем, это вредно. И они запускают автомобили. То есть говорит о том, что когда мы к этому придем, пока не ясно. Даже в ближайшей перспективе непонятно. А эти технологии у нас есть, поскольку у нас есть мозги. Мозги. То есть наши ребята, вообще, если брать вообще славянские народы, в смысле вообще Россию в целом, как вот Евразию, она всегда была в этом смысле, в плане мозгов, она была, будем говорить, одна из первых в мире. Но другое вопрос, что они утекают. Нужно оставлять их ребят, развивать, вкладывать в них. Ну, а где искать деньги? Ну, а об этом расскажу через 6 минут. Спасибо. Вопрос третий на ответ у вас будет по одной минуте. Якутию со своим технопарком и строящимся IT-парком часто называют локомотивом всей IT-отрасли Дальнего Востока. Ваше предложение, предложение ваших кандидатов, как качественно и эффективно уйти с сырьевой экономики в цифровую, в отдельно взятом регионе. Надежда Викторовна, одна минута. Давайте начнем с того, что сегодня те технопарки и бизнес-инкубаторы, которые существуют на территории республики, возможно, это очень хорошая идея. Но как она воплощается в жизнь? И сегодня, на самом деле, предпринимательская среда и те молодые предприниматели, которые вошли в эти программы, они недовольны. Это неэффективно. Они не развиваются. И помощи той от государства, которую им обещали, сегодня нет. Возможно, это все зависит от руководителей на местах. Но, опять же, это говорит о том, что к руководству приходят некомпетентные кадры. Поэтому идея зарождения вообще хороша. Вообще, в принципе, Владимир Жириновский говорит о том, что сегодня нужно развивать бизнес и в разных направлениях, и давать возможность людям зарабатывать самим. Поэтому голосуйте за Владимира Вольфовича Жириновского, и в России будет порядок. Спасибо. Артур Николаевич, из сырьевой в цифровую. Как это сделать? Из сырьевой в цифровую, я думаю, это очень сложная задача. Тут надо разделить. Цифровая должна быть не только IT-технологией, но и цифровые программы на обеспечение всего оборудования, что есть. И у нас сегодня республика на 90% ориентирована экспортной продукции, начиная от угля, кончая алмазами и прочее. Но вот что касается будущего, и что заменить вот эти все мощные горные предприятия, что у нас интеллектуальный потенциал пойдет, интеллектуальный капитал, я в этом не вижу никакой перспективы. Вы вот посмотрите в студии, начиная от этих микрофонов, кончая вот всей этой аппаратурой, элементная база, это чья все? Ни одной здесь вот винтика, значит, отечественного производства нет. И мы еще тут распускаем крылья, значит, и говорим, двинемся вперед. Только когда победит наш кандидат, он глубоко понимает все эти вещи, но сумеет двинуться вперед. Спасибо. Павел Алексеевич, Ваша очередь. Я отвечу на этот вопрос, исходя из простой логики. Давайте посмотрим, какие отрасли у нас прежде всего являются рентабельными. Это алмазодобыча, это золотодобыча. И знаете почему? Потому что это товар с высоко концентрированной стоимостью, но который не влияет транспортные расходы. И, конечно, аналогичным товаром должен являться IT-товар, товар IT-отрасли. Две главные затратные части при производстве IT. Это энергия на производство и энергия на охлаждение центров баз данных. Энергия для охлаждения центров баз данных нам не нужна. У нас соответствующие климатические условия. А стоимость энергии для производства решением Владимира Владимировича Путина для якутян еще в прошлом году снижена кратно. Поэтому, конечно, IT-отрасль это наш будущий локомотив. Спасибо. Друзья, голосуйте за Владимира Владимировича Путина, создающего условия для развития. Благодарю вас. Михаил Сергеевич, ваша минута, пожалуйста. Ну, я считаю, что Россия должна взять какой-то пример для себя. Вот, например, если взять Арабские Эмираты. Вот смотрите, страна находится в пустыне, да? То есть там песок. Они нашли нефть. Просчитали, сколько это нефть примерно. Как у нас тоже ведутся расчеты, геологоразведка. Насколько примерно им хватит? Ага, прикинули. Значит, после того, как нефть закончится, у нас упадут доходы. Куда мы будем вкладывать? Что там? Рядом океан. Будем вкладывать в туризм. И они начали развивать туризм. И на сегодняшний день они начали развивать IT-технологии. То есть у этой страны вот три ориентира. Сырьевая, от которой они отходят. Большая часть это туризм. И следующая это цифровые технологии. Потому что там абсолютно все, абсолютно все, будем говорить, цифровизовано. То есть я имею в виду даже запах в торговых центрах. Спасибо. Мы предлагаем то же самое. Это стратегия Ростова. Благодарю вас, уважаемые доверенные лица. Это были совместные агитационные мероприятия. До встречи завтра в это же время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова